Я хочу поделиться с вами одним очень серьёзным грехом, который многие люди совершают во время малого омовения и о котором, возможно, и не подозревают. И этот грех совершали сподвижники, да будет доволен имя Аллах, пока Пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, не отчитал их за это и не предупредил, дав совет. Так что же это за серьёзный грех, который можно совершить во время малого омовения? Эта история была найдена в одной из историй, а это хадисы сборника Имама Муслима. Пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, и его сподвижники были в пути и возвращались в Медину. По пути они достигли местности, где была вода, но они ещё не совершили аср-намаз. Естественно, они захотели совершить омовение и совершить молитву аср. В хадисе говорится, что время было на исходе, и так они подошли к воде, в то время как Пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, был позади них, и быстро совершили омовение. Когда они добрались до ступней, помыли свои ноги и на этом завершили, а сподвижники, которые находились позади вместе с Пророком алейхи вассаляту вассалям, обнаружили, что их пятки, находящиеся снизу стопы, не были омыты водой. После чего Пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, громко сказал им «Горе тем, кто не помыл полностью свою пятку во время малого омовения». И он повторил это три раза. И слово «уайль», когда оно упоминается в отношении греха, то делает этот грех большим. Определение большого греха – это когда Пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, упоминает о наказании или проклятии Аллаха за деяние, которое было совершено, как приводится в этом хадисе. И слово «уайль» – это слово предупреждения, или, как некоторые ученые сказали, это долина в аду. Получается, в ад может попасть человек, который неправильно помыл свою пятку во время совершения малого омовения. В другом хадисе Пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал «Совершайте малое омовение правильно». Он сказал «Горе той пятки и нижней части ноги от огня». Человек должен быть уверен, что он моет свою ногу правильно. Вы должны знать об этом, когда совершаете малое омовение. Позаботьтесь о том, чтобы вода омыла ногу полностью. И еще, несмотря на то, что Пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, хотя и упомянул пятку, но это не ограничивается только лишь пяткой. Любая другая конечность, помытая не до конца, тоже должна приниматься во внимание человеком. Так что, если человек помыл свою руку, но при этом оставил локоть, то к нему применим тот же хадис. А также женщине, которая наносит лак на ногти, нужно обязательно позаботиться о том, чтобы полностью удалить лак с ногтей для того, чтобы совершить омовение. Потому что лак для ногтей препятствует попаданию воды на ногти. И в результате, если женщина совершила омовение вместе с нанесенным лаком для ногтей, получается, что на определенные ее конечности, которые необходимо омыть, вода не попала, при честь Аллах. Мои братья и сестры в исламе, это были сподвижники, которые сделали омовение. Они были в пути и чуть было не пропустили молитву Асар. И они были очень уставшими. Даже тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не оправдал их и сказал им пойти и совершить омовение заново. Кто совершил омовение так же неполноценно, то он должен сделать его заново, чтобы это малое омовение было правильным. И, наконец, братья мои и сестры в исламе, ученые и досмелуются над ними Аллах, сказали, «Если таково было предупреждение для того, кто не совершил свое омовение правильно, тогда представьте себе предупреждение для того, кто вообще не совершает молитву. Аллах Велик». Мы просим Аллаха, Святу на Велик, простить наши грехи. Мы просим Аллаха научить нас и дать нам способность совершать омовение правильным образом и молиться правильно. Аминь. Пока это видео существует на просторах Ютуба, каждый, кто был причастен к выходу, получит непрерывное вознаграждение, иншаллах. Станьте и вы частью нашего даруата, пройдя по ссылке в описании. Да преумножит Аллах ваши благие деяния. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...